погнали все гоним привет всем 248 выпуск проект суровый веб точнее проект юбизайн подка суровый веб 8 октября 1630 в челябинске меня александр генчаров зовут меня зовут по-прежнему никита тарасов 248 да и мы ближимся мы ближимся к 250 а там же и 200 300 не за горами ждем 200 наш старый хэштег да ждем 300 у нас сегодня для вас много интересных тем лично мои которые я прочитал мне показались интересными про санина не могу сказать знаешь не любить свои темы там у меня так какая-то хрень я тоже на твои только надеюсь но ну да 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 но тем не менее если вы хотите звучать первые темы нашем подкасте или какой вы выберете можете написать на work собакой веб-зайн точка ру свяжитесь с нами и ваша тема будет здесь тоже озвучена да у нас здесь подкаст про веб айти и всякую такую штуку кто только подключился и еще не отключился переходим прям с места в карьер у нас сегодня типичный блиц темок всего наверное восемь может быть один не могу посчитать не хочу даже я не хочу считать и думать еще что то здесь но еще учитывая что у тебя не классные темки это вообще блиц да вот именно потому что первая не классная темка срок действия корневого сертификата let's encrypt и стек миллионы устройств останутся без интернета это конечно же клик бейт вот потому что миллионы только старых сраных устройств которые никому не нужны останутся без интернета но тем не менее это грустно ну типа условно мы откопаем старый первый ipod touch на сайт и заходим а будет везде типа чуваки тут нет https сертификата говно alert я не помню там было ли это обязательно или можно было нажать типа все равно продолжить но хотел бы я сказать что только ipod touch первого поколения на самом деле все айос устройства до 10 версии ты имеешь ввиду если я сейчас с восьмерки с восьмого айфона зайду у меня будут какие-то проблемы с сертификатами на сайт чего нет десятый не айфон а десятый айос на восьмом айфоне есть пятнадцатый айос по моему даже ах десятый айос айос конечно да то есть это как ну это действительно старые устройства чтобы на первом ipod touch третий айос но уже на каком нибудь пятом уже там типа одиннадцатая я точно сейчас не могу сказать вот да и не хочу опять шутка сейчас гугла но просто интересно у меня у бабушки все еще пятый айфон айфон я как прочитал темку я ну в смысле я не читал твои темки они не интересны я когда прочитал сам заголовок темки я подумал знаешь что типа у летс инкрипта и стекла с инкрипт они сами про диза были они сами такие да твою то мать каждый месяц надо вот это да ну нет у них тут я сейчас расскажу в чем мулька пятый айфон можно еще у него десятая прошивка видимо айфон 4 отвалится просто хочу понять у кого еще четвертый у меня тоже есть да на четвертом айфоне последняя ее седьмая все там htps сайты уже не очень будут то есть десятилетний назад на я который был в 2011 покупал четвертый айфон не мог бы сейчас уже серфить именно летс инкриптовое потому что останутся без интернета фраза громкая это у летс инкрипта истек корневой сертификат а у какого-нибудь go daddy может быть до 2030 миллиардного он продлен просто какой-нибудь и да или они есть они стучат в дверь они продлевают их сами себе как бы просто и все вот ну короче тема те сертификаты которые летс инкрипт выпускает они подписаны корневым то есть там как все сессе каскадность проверяют каждый сертификат а он отсылается типа мой родительский сертификат такой а мой такой а мой такой так вот летс инкрипт он на самом деле ну наверное за регистр хотя блять какой год летс инкрипт это же не русская тема это все равно всемирная тема правильно же не интересные темки я просто для меня это уже русская какая-то тема но похоже нет это все-таки общая тема вот и да то есть у них именно их корневой сертификат их о оошки икс третий какой-то там он все он просрочился и который новый они возьмут он уже не будет поддерживаться короче старыми устройствами потому что ну там есть разные типы сертификатов есть короче такой сайт ssl тест называется я когда на наши vps ки настраивал я сейчас проверяю точно да ssl labs.com slash ssl тест это не реклама к сожалению эта штука куда можно зайти и ваш сайт прочекать потому что ну есть у вас htps окей но их там градации великое множество как передач в вариаторной коробке поэтому там этот тест он прогоняет на каких протоколах именно он у тебя работает ssl 1 2 tsl 1 2 3 и так далее просто часть старых протоколов они уже небезопасные и поэтому их собственно и не продлевают они не продлевают let's encrypt не потому что они черти а потому что как бы это уже небезопасно типа вот я то и хотел спросить они могли ли let's encrypt подстроиться все-таки под пользователей 4 айфона и как то что то вот костыль под костыль подставить ну видимо не хотят могли мне кажется могли это исключительно они хотят чтобы типа их сертификаты были синонимами безопасности и грубо говоря но из-за того что они безопасны но оно работает только на более позднем железе кстати вы как обычно можете нырять по ссылке в комментарии и поправлять нас я возможно колесец унесу я не разбирался вопросе потому что неинтересная темка ну а вдруг допустим так ну а вдруг этот тим кук пришел к let's encrypt постучал к ним в дверь и сказал может быть давайте пацаны там поменяйте вид сертификатов чего мы там скажем что у вас другой вид вышел короче он возможно пришел под ручку с сатьей наделой потому что xp до сервис пака 3 тоже отвалится и более старые playstation и отвалится то есть такаучи какой-нибудь микки мото микки мото вот он как бы сказать это не тоже пришел и сказал слушайте ну он то сам своих кошмарит даже раз playstation vita ничего нельзя купить вот именно там якудза пришла уже к let's encrypt искали если вы сейчас не обрубите то микки мото вас или так да ну короче я тут это мне боль мои коллеги нальют чаю я безмерно за это благодарен с такими коллегами и враги не нужны во первых точнее друзья не нужны потому что ну да так как ты очень мило своих слуг называешь коллегами вот именно так пишу подкаст я с ними созванивался все норм это по грантам каким-то очередным мне соседи просто звонили и алине они тоже звонили она не хочет им перезвонить она спрашивает чего они хотели а вот если вы нас слушаете татьяна евгеньевна юрий алексеевич вы классные звоните сразу мне в следующий раз я отвечаю всегда вот возвращаемся к let's encrypto не хотят видимо подстраиваться но есть короче хинты например на старый android можно поставить firefox а firefox идет короче со своими вшитыми сертификатами мимо мимо осовских андроидовских сертификатов поэтому типа да кстати в чем суть то они то его и продлить могут но внутри андроида вшит список доверенных сертификатов они то и не думали что там ну будут жить устройства с пятым андроидом до 2021 они его когда делали они его делали на два месяца и все ну то есть реально и они по а поскольку операционки уже не обновляются перешить туда новый список сертификатов нельзя вот поэтому let's encrypto продлили но о том что они продлили старые андроиды уже об этом никогда не узнают понял да мульку прикольно слушай ну тогда знаешь всякие вот эти фантастические фильмы в которых показывают главного героя который находит в каком заброшенном звездолете телефон какое-нибудь или устройство которое вдруг соединяется с чем-нибудь с интернетом или еще с чем-нибудь уже становится бредовыми потому что судя по всему очень много костылей в нашем интернете существует которые уже не подставить и поэтому я хочу понять увидеть как это будет выглядеть просто тупо сайт не откроется или будет просто предупреждение типа все равно продолжить будет небезопасное соединение и похрен я тоже хочу видеть придется твой айфон 4 доставать ну он здесь у меня сразу замяться для его на виду на самом деле продал уже в музей поле чудеса ну надо бараныч напиши пожалуйста в комментариях юра если все еще но он про микки мото напишет он тебе напишет чтобы микки мото там с нинтендо свеча теперь нельзя смотреть вот да ну короче такая темка не знаю что тут еще сказать но ты уже сказал фильмы фантастические врут нам а мы то думали там все реально а мы верили конечно пойдем к следующей теме тоже из фантастических фильмов произошел глобальный сбой в работе фейсбук ну да как раз актуально будет когда выйдет повторюсь актуально будет во первых актуалочка для вас по-любому в декабре когда перед новым перед новым годом вы такие расслабленные а тут значит про фейсбук сбой в работе вы такие ах я что-то не заметил даже так вот это тот самый который вот 4 октября подкаст должен быть вчера был сбой в фейсбуке значит казалось бы я вот смотрел на эту тему и думаю цене вот дурак что выбирает такие темы вот нахрена он выбрал это же реально как айфон 4 скоро станет эта тема вот буквально через пару дней я хотел понимаешь не в моменте ее обсудить а именно просто что вот это все нам вот просто поучиться на ошибках истории да история учат что ничему не учат поэтому будут снова сбой до декабря вдруг такой же будет но продолжай ну ладно я когда читал я подумал что все-таки саня гений то есть у меня поменялось потому что здесь в этой новости во первых есть всякие детали вряд ли люди вникали но фейсбук но сбой сбой вообще я честно говоря я спал это было после 12 я уже уснул а когда проснулся уже не было сбоя ну то есть поэтому сбой был что-то спал это как метеорит в челябинске упал а я спал пока он упал люди там рассказывают как они шли их обломками засыпало какими-то стеклами а я просто ну проснулся от грохота ну такой ну ладно ок мне кстати еще конфетки положили лучшие коллеги слуги я по аналогии тогда с метеоритом скажу тебе что я чайник я по аналогии с метеоритом скажу что я чайник поставил на на газ и подумал что чайник взорвался это фейсбук упал и фейсбук упал значит но кроме того что если смешные факты на самом деле то есть вы могли бы даже не подумать не вникая эту тему оказывается например когда фейсбук упал например я не могу я быстро скажу вот мне как человеку которого никогда не было хотя нет у меня был газ но только когда в частном доме я жил а так электричество когда ты сказал я поставил чайник на газ для меня это практически как ты на костер на угли его поставил камнем потом стирать пошел к реке и подумал что у тебя чайник взорвался так ладно ладно хорошо допустим в общем дауншифтинг поставил на газ чайник свой электрический и в общем короче говоря когда фейсбук упал прикинь еще такая тема что очки виртуальной реальности окулус которых мы знаем тоже дали сбой то есть прикинь ты идешь такой в очках подождать идешь и копыть а реальность вместо виртуальной реальности ну нет да ну нет где мы его быстрее в 100 заходишь установить обратно не бомжей богатых людей она не устанавливает потому что фейсбук упал вот например очки очки я удивился вообще и ну естественно упали фейсбук мессенджер все дерьмо вообще все перестали общаться сразу и резко пошли там в твиттер твиттер заруфлил что мы всех приветствуем как всегда как обычно значит и так далее так далее здесь есть много разных новостей по ходу времени которые обновлялись типа сначала думали что с dns серверами проблема потом все-таки с маршрутизации потом гадали о чем маршрутизация может быть это потому что все на удаленке фейсбуке работают и как бы не в офисе как бы поэтому все упало и в общем разные разные версии выдвигали на этот счет это не хакерская атака судя по всему хотя слили буквально за несколько времени до падения у фейсбука кучу данных не хакерская атака ни в коем случае но с другой стороны тоже не хакерская атака почему потому что не только фейсбук и его сервисы типа ватсапа упали инстаграма но еще и твиттер тоже хреново работал между прочим и гугл и даже ну всякие разные короче сервисы поэтому грешат больше на amazon и вообще на облачную структуру что что-то с ней все-таки не так с другой стороны почему фейсбуки не не отмазались тем что так это не у нас проблемы этого amazon как бы с нашей стороны пули вылетели хрен его знает непонятно то есть так в итоге что-то там по-тихому это осталось но будем думать что ты конечно фейсбук виноват все-таки у них не работала в основном так просто тут же ты читал вообще ну там уточнение обновлено восток это восток это восток это восток это и так далее так я только что это все быстренько пробежался вот я читаю последнюю и что типа все равно из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов координирующих сетевой трафик между центрами обработки данных то есть тупо у них железки внутри их содов тупанули их магистральные раутеры и из-за этого все вообще покрылось говном но тогда странно что у других сервисов был сбой а ухом там же писали что типа из-за того что наплыв случился у других тупо начали не выдерживать то есть например телега тупила потому что слишком до хрена начало людей в телегу заходить они не ожидали не смогли отбалансировать нагрузку и так далее да это кстати наша следующая тема про телегу что они там не смогли бы отбалансировать согласен с тобой то есть все таки фейсбуке главные злодеи как и всегда как и всегда из смешного я хочу заметить опять же может быть кто-то не в курсе не вникал в проблему но например логин через фейсбук тоже не работал соответственно а об этом сообщили знаешь кто не антики то есть чуваки в покемон гоу не могли играть в этот момент залогиниться через фейсбук и таки да твою там мать сообщим об ошибке ну да есть всякие игры где именно только через фейсбук можно засинхрониться да да это правда ну вот такой вот эксцесс и абсцесс у фейсбука вылез как мы с тобой это обсудим то есть вообще это должно быть кому-то уроком вообще что в принципе интернет может в одну секунду отключиться весь на это должно быть уроком для тех у кого фейсбук это я синоним интернета ну то есть камон я бы даже и не заметил синт ну я и фейсбук инстаграм ладно инстаграм еще там как-то мне алина бы сказала но так фейсбук инстаграм ватсап я бы сидел дальше и не понял что про ну в телеге бы там гифки подгружались долго я бы как обычно что опять дуречь там шалит чудит короче знаешь как я почувствовал ну-ка я сначала конечно прочитал новость увидел всех там но потом да нет вечером и я пошел знаешь ну такой да мне похрен на фейсбук и тем более на ватсап значит а потом такой сижу сижу короче что зашел в госуслуги чё-то а у меня там штраф а там логин через фейсбук не работает пара пара я хотел что да я хорошо импортозамещение работает неплохо да у меня штраф висел я думаю да сейчас заплачу пока фейсбук не работает хоть штраф заплачу значит вот ну дорожного движения я имею ввиду короче висел хотел заплатить а он мне давно висит он короче знаешь появился уже после того как прошел месяц то есть они там меня как-то на 250 рублей обманули и у меня висит штраф 500 рублей я думаю пойду заплачу значит захожу а он у меня уже перешел из статуса штрафы гбдд в штрафы и п судебная задолженность ну я сначала ну испугался и я не понял что это связано со штрафом гбдд что он уже просто истек его срок и мне как бы просто засудили уже там 10 раз я уже пятихатку должен короче по факту государства и значит и короче сделал скрин и думаю ни хрена себе у меня на ип за судебная задолженность ну да я пошел вот груза страшновато да я пошел в ватсап писать своей бухгалтера а ну понятно захожу в ватсап а там мне ой там по непремучителю экран загрузки встречает просто да 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 ну вот короче вот я вот на себе это ну конечно в покемон гоу еще не мог залогиниться но это уже опустим вот да это так не хотела рассказывать просто достаточно одной истории конечно пойдем к следующей новости пишет что это в ватсапе да да естественно ты помнишь что или я не знаю ты в курсе что веб ватсап не работает если рядом нет телефона твоего я знаю что там логиниться по qr-коду да но еще и если нету телефона в сети в ватсапной то есть если телефон отключить то не будет работать ватсап то есть он именно про ксёй как-то через телефон все-таки ходит прикольно или нет не знаю ну короче прикольно это то что мне алина написала что типа я думал прикольно то что в попе боль да кстати я заменил резиночки на этом на подвесе на пауке не должно быть слышно что бью по столу но наверное слышно все равно что я сильно уже бью но но ты как-то как бы он реально уже головой как бы не учишься потому что я я даже ну на видео будет видно что я так бы ну поддавливаю на него и так далее так вот мы покупаем этот сад и пришли пришло свидетельство о смерти мужа хозяйки и он умер за день до дня рождения хозяйки и алина написала что вот как ты любишь именно обязательно испортить праздник что даже тут а ведь чувак но он же не из-за тебя умер в смысле что я ей типа порчу день рождения обычно а тут он своей жене испортил тем что умер за день до этого дня рождения ну слушай есть к чему стремиться я согласен да до его уровня еще срать и сложно ну ладно я я понял я хотел сейчас сказать чё круче было бы сделать но не буду нас не пропустят не знаю правда куда нас нас и так уже никуда не пускают но вот еще куда-то не пустят вечернего органа вот короче ты подожди ты про телег ты будешь открывать да у тебя откроют у меня откроют короче в итоге ты про телеграм сказал или нет а то я чё-то нет пойдем закрыла пелена с этими ватсапами твоими и и п конечно я бы быстро про телеграм про телеграм что в этот момент как только фейсбук пал про него либо хорошо либо никак в нашем подкасте как про apple почти да да значит оказалось что телеграм зафиксировал 70 лямов новых юзеров новый рекорд без фейсбука и соответственно дуроч сразу за возрадовался он недавно там был немножко ущемлен а тут возрадовался дескать ну все смотрите как я опять же приветствую всех у нас тут хорошо в телеграме присаживайтесь вот и конечно да ну вот поэтому они от этого выиграли то есть кто-то видишь побеждает кто-то рекорды ставит да то есть тут как бы а кто-то анти рекорды он еще там опрос замутил ты видел да но просто я замутил про полную блокировку телеграм я так и не понял этот троллинг или это реально у него так бомбит или чё потому что если реально так бомбит то что-то это как-то даже грустно ты уже там не транс национальный си и оу там в том-то и дело вот я хотел про это поговорить но я не знаю есть смысл об этом в подкасте разговаривать ну давай попробуем я как раз про дуроча вот он же два опроса создал первый опрос типа у него просто подгорела жопа а второго он сам себя про троллил ну как бы не сам себя про троллил просто типа использовал мем свой же и значит я-то хотел сказать наоборот что дуроч дуроч мне кажется более пока что чеком который ну мне больше импонирует как чек который ведет какую-то вот такую хрень типа телеграма чем например фейсбук или чем ну ватсап например потому что действительно в ватсапе ты не достучишься до людей которые им управляют и им вообще побоку любые там какие-то заявления в их адресе так далее так далее вот как бы было чтобы если бы это вообще там рептилоиды уже там это какой-то совет ватсапный там нет человеке да прикинь бы сукирберг обижался что он рептилоид на кого это смешно даже обижаться уже не умеет скорее всего да да но мне здесь импонирует то что хотя бы дуроч хоть на что-то реагирует то есть у него все-таки жопа подгорает с чего то есть он хотя бы еще не полностью машина да да если бы он был полностью машина конечно он бы тогда просто бы уже даже не реагировал бы все фсб передал все кому надо передал давно и просто ну типа и чё дальше все так работают вот а он еще что-то у него подгорает и то что подгорает мне кажется что это все-таки ну лучше чем когда не подгорает ну в этом отношении да если вспомнить что мы в панке то да как бы хочется опять это не забываю ну тут как бы ему сильный бойкот все объявляли что типа вот там ботов заблокировал туда-сюда все там практически выходим из телеграмма а тут можно теперь наоборот обратно зайти по этому мему с мышонком который выходит заходит и да это же мышонок голубой но какой-то да там какой-то персонаж идем дальше давай что ты какую-то паузу такую сделал как будто думал идем мы дальше или не идем да нет не не думал куда мы к твоим неинтересно так неинтересно их украдут продадут сольют наталья касперская посоветовала не сдавать биометрические данные новость свиси точка ру вот причем по моему на предпросмотре была фотография наталья касперская тут что-то нету ну чё-то да она за кашировалась видимо а потом решили убрать все таки типа да ну биометрию убрали короче она как мы знаем президент группы компании инфо watch и они как раз занимаются тоже всяким таким не знаю чем они занимаются дерьмо кажется чем-то таким сейчас посмотрим инфо watch группа компании машине часы просто информационные согласен было бы нормально российская компания специализирующая информационной безопасности в корпоративном секторе защите корпорации от утечек информации целевых атак извне около 50 процентов российского рынка систем защиты конфиденциальных данных короче она как раз занимается тем чтобы не украли не продали не слили но видимо ее профессиональный опыт показывает что их украдут продадут и сольют ну да вот это все про биометрические данные то есть на самом деле я сначала когда увидел этот заголовок я подумал что она против корпоратов опять же типа не сдавайте биометрические данные что вам потом начнут выкручивать руки и так далее официальная позиция например сбербанка какая чтобы ты сдал биометрию голос и так далее и фотку там видео туда сюда чтобы кроме тебя никто не мог карточка воспользоваться вообще типо типа это безопасно но на деле тебе и в ногу выстрелить когда ты будешь лежать с простреленной ногой и дашь карточку жене искать иди сними денег на бинт она не сможет потому что только ты должен подойти к банкомату своим голосом сказать да или там что-то типа того ну и фотография должна быть подхожи с камерой там на банкомате ну короче ей не выдадут денег и ты умрешь от перед этого крови естественно это все будет перед днем рождения вот именно поэтому я как бы поэтому не сдал биометрию например не в сбербанке не в госуслугах слушай я думаю что наша с тобой биометрия в том числе даже мне кажется про нашу кровь все знают когда мы еще поставили прививки это во первых во вторых когда мы еще на гарнитуру подкаст записывали уже тогда наш голос был слит украден и продан кстати да но по факту вот допустим да у нас как минимум есть биометрия что мы с тобой сдавали прививки правильно зачем ты на весь подкаст об этом сказал сдавали прививки самое важное мы сдавали на прививки я сдавал что ли я сдавал так вот короче и там по-любому капелька крови то твоя просочилась куда-нибудь на лацком и хоп и все и там знают про тебя каждую частичку твою тебя могут нового саню гончарова создать если захотят но это правда и другого такого уже не сделать можно сравнивать потом вникать как-то что-то думать но я согласен в этом отношении можно думать что да все уже на заборе написано как бы и да но она то даже не про против сбербанка а про то что у сбербанка украдут и уже тогда это реально на заборе будет написано но поскольку мы задано взяли что она и так на заборе написано то видимо можно и сдавать что знаешь изменить точку зрения прямо на подкаст ну ладно сдам нет на самом деле конечно не сдам но вот мы собственно это и обсудили пишите в комментариях что думаете вот а вообще тут как бы есть и некие факты в ноябре двадцатого года мин цифры оказывается есть такое рассказала о планах ввести цифровые паспорта водительские права и другие документы в россии двадцать первом году двадцать первый год заканчивается что-то по-моему не очень не но вот есть приложение госслуги авто я уже говорил как будто пиар это приложение на хрена нам не надо но я установил и там-то вот предлагают конечно чтобы тебя уже были цифровая стска по моему я даже цифровой трудовой книжки на работе отказался но это тоже кстати палео это кстати вообще палео вот я тоже такой думаю блин я даже думал не столько палео сколько я сейчас так сделаю а ее где-нибудь не принимают такую ну типа знаешь вот электронные больничные начали внедрять в поликлинике работа в семнадцатом году и где все еще с зелеными бумажками все ходим и реально тут в какую-нибудь компанию такой а вот мне вот выписал врач электронный больничный а тебя в твоей ооо инфо watch таки говорят копию мне завтра принеси а то мы тебя не выплатим за больничный и все это и обосрался ты обосрался ты только в поликлинику идти из твоего электронного больничного распечатывать это там скоро в поликлинике бланки перестанут завозить они же там пронумерованные там вся фигня больничная это так-то уголовная тема эти врач выпишет больничный а тебе его нельзя было выписывать ну типа чтобы ты такой чтобы почилить то ее посадят или его у нас в поликлинике была такая ситуация что у одной одного врача была судимость именно что типа она осуждены да она была осуждена вроде как условно вот что типа неверно выписала там больничный какие-то такие темы это серьезная хрень поэтому я вот не перешел на электронную трудовую книжку и вот в результате мне надо было сейчас как обычно кредит одобрять как обычно я так-то супер кредитный чувак и мне пришлось ждать из москвы свои справки копии трудовых там и так далее а так я бы на госуслугах выгрузил трудовую просто и все вот но я не поддамся пока пока не поддавайся вдруг я через год изменю свое мнение но пока нет вообще давай давайте не будем себе поддаваться предлагаю ну я могу сказать кому можно поддаться вот следующая наша темка это беззамитный хостинг 2.0 вот здесь я точно не изменю свое мнение по поводу не а там-то мы уже загрузили все там точно на заборе уже написано но суть в том что вот у смарт-эйпа то ничего не меняется и мое мнение о них не меняется и твое никита мнение о них не меняется я уверен конечно потому что они очень классные чуваки у них все супер дешево они всегда помогают вот это нет вот этого корпоративщины когда ты пишешь в техподдержку тебе заученными фразами отвечают и еще отвечают в течение суток тут пишут сразу причем там хэй хэй да там поможем или не мы просто не знаем даже вот мы просто не знаем тебе открыто ответят и все и ничего не будет делать но зато открыто ответят и сразу это шутка ребята знают вообще все даже на самом деле как минимум толк в хостингах может быть они плохие любовники но значит если по поводу хостинга это к смарт-эйпу реально то есть здесь будет все на высшем уровне если вы хотите попробовать идите на иубизайн.рус смарт-эйп на нашу реферальную ссылку регистрируйтесь буквально можете на полгода взять это будет копейки стоит но уже 30 процентной скидкой это все равно лучше с вашими зарплатами триллионными возьмите и на год сразу вам бесплатно почти а нам приятно почти не нам приятно без почти вполне следующая темка будущее css каскадные слои это хэдбэнгер или как назвать главная наша темка сегодня это нифига себе ну давай тогда ты должен ее так исполнить чтобы никто не заснул в зале ну все я в упор сейчас сказал не знаю тебя было слышно что заклиповала да вот мы такие да 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 короче каскадность все мы знаем что бывают с этим проблемы бывает когда импортант и потентом погоняет а потом приходится все равно что-то переписывать и еще и не дай бог атрибутом style прям в html вписывать какую-нибудь хрень bad practice отстой полный но бывает киньте в меня камнем через youtube у кого не было такого не будет таких людей наши я могу только биометрическими данными своими в тяки но они действительно кусок забора отколоть на котором они написаны бетонного и кинуть да так вот есть у ребят из css working group есть решение для этого ада вот кстати как я могу сказать сразу тлдр очку что это решение есть в неумелых руках еще большим адом окажется но вы то нас умелыми руками слушайте поэтому я думаю все будет нормально дополнительную абстракцию хотят сделать слои называется она вот когда мы обычно пишем css у нас есть специфичность то есть мы во первых если там применяем к какому-нибудь классу например ну я хочу просто к импуту это там специфичность 1 если мы ставим вложенность форм input то есть как будто ну то есть input и внутри формы это уже специфичность 2 она перезапишет дефолтное правило для инпутов если мы сделаем у этого инпута класс точка input специфичность будет уже 10 ну на самом деле не 10 а там такая трехмерная специфичность у нас с тобой был когда-то прям подкаст я не знаю здесь появится где-нибудь чего-нибудь не знаю может короче в теории здесь появится подсказка по которой вы перейдете по ссылке а лучше в поиске просто бить css специфичность you up design там я прямо рассказывал все тонкости циферки что айдишников там самое высокое импотентов там еще выше но если мы именно про каскадность говорим то мы можем вот таким образом уточнять 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 типа что а вот с айдишником еще перезапиши цвет ну и там и так далее так вот здесь ну и сам самая базовая это в каком порядке если ты один раз написал input color gray а после этого там в где-нибудь попалась что у инпутов все-таки color red то правило которое идет позже она перезапишет первое то есть даже банально order of appearance это соответственно пятый пункт он как бы и играет роль в том как в каком порядке применяются стиле и какие останутся собственно примененными так вот иногда так бывает что нужен еще один уровень абстракции между этими всеми правилами потому что вот допустим я должны какой кейс привести потому что конкретно здесь в этой статье не приведено ни одного реального кейса здесь всякий бред указан вот я поэтому даже его читать не буду вот но да положим что вот какие-то узкоспецифические формы на одной странице у нас есть и вместо того чтобы именно делать какой-нибудь там айдишник у этой страницы и к айдишнику этой страницы применять какие-то стили можно сделать слои слои пишется через ключевое слово layer но через собаку в начале как они сейчас все делают все сессии вот сначала были медиа запросы потом этот как его support добавили ну вот теперь layer например и соответственно через layer ну анимации тоже через него были через layer мы определяем название слоев короче слои это просто тупо еще одни уровни специфичности грубо говоря то есть у нас есть контекст атрибут style потом специфичность потом порядок расположение то есть пока то каскадность по которому важность определяется и вот мы теперь между style атрибутом и специфи сити специфичностью то есть именно там класс это айдишник и так далее добавляем еще слои а слои это просто еще как будто css я должны как это объяснить как будто типа css файлы вот объявляем слоя слоя reset в нем к любым к абсолютно господи универсальному селектору к звездочке делаем margin 0 padding 0 после этого создаем слой какой-нибудь base в нем еще там margin накидываем 10 20 и так далее и соответственно все правила из слоя base они перезаписывают правила из слоя reset если они пересекаются это все собственно имеет смысл только если это есть какие-то пересечения если просто везде разные классы написать или там разные правила они просто также в порядке так сказать появление применяться и все можно было слои никакие не делать тут именно вопрос в пересечении грубо говоря мы еще по какой-то методологии разделяем что вот это вот эти у нас правила только тут мы их определяем уже не как там какой то что вот все что внутри этого класса это одно или не в том что раз мы их в начале все подсоединили значит вот они будут самые первые а потом их будут все поверх перезаписы и просто мы в самом начале определили слой reset в него накидали весь все все как бы самое базовое поверх него уже перезаписываем темами какими-то другими кастомизациями ну и тут показано как это пишется непосредственно ну через собака лэйр кстати имя не обязательно но если мы делаем просто собака лэйр и открываем сам слой то мы к нему потом не сможем ничего дописать а здесь если мы слой назвали в как в порядке каком они первый раз появлялись будет их значимость то есть тот который появился первый он самый беспонтовый тот который появился последний он всех перезаписывает но если вдруг мы после указания последнего хотим еще в первый чё-то дописать ну например это уже файл не просто там base scss а какой-нибудь файл там ночная темка scss то мы для ночной темки хотим допустим в ресет чё-то дописать еще мы открываем снова лэйр ресет и он дописывает в тот самый ресет который самый неважный то есть мы это делаем для браузера но сами для себя для программистов мы можем еще и на файлы делить логически ну типа чтобы все яйца не в одной корзине были а в разных файл но при этом внутри этих файлов все равно раскидывать по тем слоям которые мы изначально задали когда только начали стиле писать для этого проекта рассказываю достаточно суббурно потому что хочу чтобы вы все открыли статью и попытались вникнуть а потом написали в комментариях что вы можете лучше это объяснить потому что я не могу вот но тем не менее это прям офигенный инструмент для тех кто любит вот эти все вгрызаться в css методологии которые не просто 5 классов вложенных написали импортантами погнали это эпохрена потому что после нас хоть потоп а для тех кто проект пишет дольше одного дня возвращается там спустя три месяца к тому году который он написал и хочет чтобы по возвращении не надо было списывать по три дня только чисто на то чтобы вкатиться снова вспомнить что-то там писал в угаре три месяца назад и только потом уже какую-то фичу допилил я вот на самом деле вот в этом проекте именно который у меня сейчас текущий идет сильно опять пользуюсь всякими с ссс ными штуками которые я на канале рассказываю еще там шесть лет назад и все еще такой думаю блин это гениально вообще все это настолько ускоряет работу именно когда ты сам же что-то допиливаешь даже через месяц просто открывай и прям вот видно все легко ты просто берешь и дописываешь нужный кусочек это меняешь какой-то и все тебе не надо искать по файлам где-то там выдумывать что-то все названия уже сами говорят за себя вся вложенность все там наследование и так далее короче блин сас это офигенная хреновина и то что они обычный css кстати автор или тут уже даже может и автор к ну короче там чувак пол сменил и сейчас похоже обратно меняет но я запутался поэтому мне кажется там что-то напутано с каскадностью видимо да он слои создает походу но реально этот чувак который сюзи сделал систему гридов изначально это мужик с розовыми волосами потом эта женщина с розово-рыжими какими-то и сейчас он что-то опять меняет у него в титтере прям в статусе написано типа я опять меняю пол или типа того я как бы ну когда будете смотреть может быть уже опять что-нибудь изменится в декабре поэтому как бы там сами проследите сейчас зовут мирям сюзан его ее пока не обратно вроде не до конца уже ну как-то да то может быть пол меняет имя нет как бы тут эрик изначально он был эрик сюзан потом мирям а сейчас что-то там муар ну как вы поняли посмотрите если интересно будет он в сас тоже в корневой воркинг группе и вот он все сесс воркинг группе в том числе то есть он именно сасовские прихваты и прочие всякие умности несет в реальный сесс и кстати здесь в начале сказано что он кроме вот этих сесс слоев они сейчас работают над сейчас найду я тут это css container queries мы с тобой тоже говорили что медиа запросы это классно которые именно от браузера но иногда нужны еще контейнерные запросы когда типа мы смотрим и если этот элемент мы хотим типа вот если у него родитель маленький то показывает так если родитель большой показывает так это очень удобно для верстки например объявлений рекламных потому что если это объявление рекламное широкое то есть там в теле статьи у него одни стили а если его в сайт бар засунули узкая то уже другие стили то есть вот короче этот чувак или не чувак много где засветился знает толк в css программировании так скажем и здесь реально круто ну и тут много разных примеров синтаксисов как это сделать но примерно я объяснил что слои это еще до до специфичности уровня абстракции по которому мы можем определять важность кода типа это не важно этот вслед за ним а это вообще темка а это то все пятое десятое и как бы да дописывать в эти слои можно не обязательно в едином блоке а только вот ну потом заново открываешь at layer ну собака layer там base и в него опять дописываешь из других логических файлов а для браузера это будет все одно кстати если мы говорим про комбинирование разных собаковых вот этих блоков медиазапрос можно внутри лейера точнее лейер внутрь медиазапроса и тогда этот лейер соответственно будет учитываться только при срабатывании медиазапроса вот это второе можно делать слои в слоях и через точку к ним обращаться типа слой framework в нем framework.theme и там прям так писать собака layer framework.theme или внутри собака layer framework открывать собака layer theme как бы кому как нравится но да с этими господи с анимациями тоже можно то есть внутри да keyframes scroll lifetime и font face то есть шрифты анимации и скроллинги можно внутри слоев писать они соответственно ну как бы просто в данном случае слой это как кусок кода как как бы как контекст будет работать а вот импорты namespace и слойерами лучше не комбинировать и со слойерами тоже здесь собственно примеры указаны когда как не да и так далее что сказать еще да ничего поддержка браузеров пока еще никакая еще как обычно надо там супер канарейские режимы там хромиума фаерфокса кстати в сафари технологии превью тоже 133 версии уже есть в данном случае уже ну-ка фаерфокс 94 плюс должен быть а вот посмотрим какой у меня у меня 92 знаешь хоп именно фаерфокс такой обновляется у меня ребутит браузер все темки сбиваются прям подкаст ломается ну короче 92 у меня да ну и собственно здесь внизу code pen что мой браузер не поддерживает layer поэтому собственно пишите как вам мне понравилось но опять же если не сильно разобраться не сильно вникнуть то можно на хреновертить очень всякого плохого спокойно вообще я просто вижу что там прям это поле новое поле для хреновертения если не вникать ну да да поэтому в умелых руках это будет хороший инструмент в неумелых а в неумелых все говно поэтому там как как не это не разбирайся все равно будет говно поэтому да окей да действительно ну просто мне показалось что это действительно такое знаешь как будто мини css в css да да я бы так это примерно и назвал ну слои собственно слои а то мы еще слой того же самого только внутри того же самого так что ты прям в точку уже облизывать друг друга ну ты слышишь молодец ну прям края так вот это это была наша наша крутая статья самая крутая хэдбэнгер такая девелоперская а сейчас пойдем к статье дизайнерской тоже хэдбэнгерской 19 этикеток вина которые намного больше чем просто этикетка к сожалению дизайнерские новости как вы понимаете мы не можем слушать или просто дизайнерских наркотиков да здесь нужно смотреть смотреть конечно и поэтому включите видео если вы вдруг слушаете ну или как-то оставьте себе на ужин эту темку либо на ужин с вином значит здесь действительно этикетки изображены и немножко предыстории или немножко описания этих этикеток вина вместе с бутылками конечно вообще которые поразили чуваков вот они собрали 19 этикеток вина и давайте пройдем посмотрим например первые бутылки с этикетками здесь просто на самом деле этикетки очень понятны и кроме того что они очень понятны они так завлекают тебя классно оформлены но на них конкретно написан вкус вот знаешь бывает ты такой думаешь блин а чё взять вот когда ты вообще первый раз за вином пришел или когда ты пьешь вино раз в год а чё взять а тут на бутылках вот с этой с этими этикетками вот компании obvious vines здесь прям написано например какие-нибудь вкусы типа dark and bold ну точно темный и жирный будет вкус правильно или например какой-нибудь french и bubbly ну такая понятна французская такая жвачная какая-то хреновина классно классное оформление тем более что сзади этих этикеток еще написано с чем можно употреблять вино именно это сочетать чтобы вы могли сразу и за кусон взять так это первое пойдем к более интересным к более скажем так оригинальным просто смотри оно казалось что будет какая-то типа иерархия ну то есть тоже каскадность ну номер то вот почему именно то первое а то пятое а хреново знаю вдруг бы хоть по крепости как-то их расположили или как-то я не знаю или это наверное по этим по популярности ну то есть красное наверное берут чаще всего потом вот как раз белое ну цифровая градация легко позволяет ориентироваться как пользователям так и сотрудникам внутри компании какая когда составляются различные первого купили тысячу тонн второго там две ну это все в общем просто упрощает не надо говорить там савиньон блана австралийского купили да просто номер третьего да 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 но хотелось бы конечно чтобы цифры что-то больше значили чем просто блин первый вот первый а второй ну ладно это я уж так просто что мы же здесь дизайн сейчас обсуждаем а дизайн он с UX как бы ну да да давай тогда пойдем к более экзотическим видам например blank mariner blank marina здесь обложка выполнена в стиле загибающейся такой хреновины как будто там чувак который вот ловит собственно рыбу на лодочке как будто отогнул чуть-чуть обложечку и собственно ловит рыбу прямо из вина вот точнее он как будто вот зацепил случайно крючочком обложечку и потянул интересное решение давай дальше пойдем finca de la rica finca de la rica я к сожалению не могу в испанский и вообще ни в какой тем более в русский но поэтому не обессудьте особенно любители испанского вина а таких много в том числе и я да и я сам вот именно ну вот на finca de la rica здесь дополнительный интерактив с теми кто пьет а особенно мне нравится что когда ты все выпил и надо бы чем-то заняться конечно в россии все именно этим занимаются что здесь представлено на обложке а здесь на этикетке вина нарисовано например по точкам соединять как бы рисунок по точкам сделать его соединить по номерам и у вас получится цельная картина какого-нибудь места в испании скорее всего где разливают либо соединить некоторые слова которые вы вот на пьяную голову себе придумаете из букв которые здесь есть ну такой вот интерактивчик небольшой с пьяным как бы заирование с пьяницей я бы сказал есть еще вот например лабиринтик чтобы на бухую голову пройти его по-бырому тоже прикольно да пойдем дальше еще одна оригинальная этикетка у the cost vineyard или vineyard не vineyard было круто да vineyard здесь ребята в силу своей знаешь эксклюзивности потому как мало бутылок вышло именно этого вина этого сорта сделали что они сделали этикетки в стиле вырезок из газет причем в этих вырезках из газет так или иначе говорилось про это вино не обязательно это было главной темой может быть это не было на первой полосе да но так или иначе например кто-нибудь там ну по пьяной голове под карету попал в испании хотя хрен за это в испании или где но тем не менее вот именно там этот вырезочек эта вырезочка будет как бы напечатана на бутылки и соответственно они не повторяются можно просто собирать бутылки ну как у нас делают большинство в России и соответственно коллекционировать тем самым вырезки из газет об этом вине достаточно интересное исполнение будь здоров спасибо далее некое вино BYO BYO которая даже как бы не столько интерактивна сколько имеет предоформление я объясню что это значит то есть вы можете перед тем как подарить кому-нибудь эту бутылку или просто самому распить вы прямо перед этим можете из этикетки на которой есть как бы наклеечки разных частей лица составить себе лицо которое характеризирует вашу бутылку характеризует вашу бутылку конкретно и например кому-нибудь подарить улыбающуюся такую бутылку вот в исполнении прикольным тоже достаточно оригинально перейдем к следующему вину которая называется левре левре возможно это французская аргентинская хотя аргентинская аргентинская но тем не менее левре здесь на самом деле это прикол потому что просто чувак нет такого вина он просто по приколу представил все что бутылка может быть вот с такой этикеткой в виде мемовой собачки которая типа горит в огне которую мы знаем перед столом скружечке типа it's fine it's fine но здесь представлен кролик горящий с вином такой стоит и вокруг него горит все а он вино как бы it's fine здесь это все тоже конечно же с отсылками к коронавирусу и к тому что все закрываются дома и просто пьют вино в Европе вот так вот кто-то it's fine закрывается и пьет вино пойдем дальше el jefe или el jefe вино которое имеет на своей бутылке этикетку с расследованием я бы сказал то есть на этикетке изображены разные как бы сказать как у следователя у детектива разные зацепки на его борде то есть там прям короче нужно расследовать кто же все-таки кто же убийца но в итоге вы все-таки узнаете что как я понимаю вы просто расследуете кто такой el jefe я не понял короче что-то вы в итоге получите не знаю будете вы это делать на пьяную уже голову выпив эту бутылку или вы заранее все разгадаете хрен его знает но я бы и не стал на вашем месте читырить а сначала все-таки выпил вино пойдем дальше некая бутылка некое вино махрэм махрэм возможно тоже французское на котором этикеточка она свернута свернута подобно конверту чтобы вы увидеть чтобы увидеть вообще что написано на этой этикетке вы должны потянуться за бутылкой соответственно развернуть а когда вы потянулись за бутылку вы уже взяли ее непосредственно может быть вы ее откроете и выпьете понимаешь это прямо в магазине как и у нас опять же делают в России вот такой вот юзабилити такая бутылочка махрэм пунта де фуга некое вино с этикет на этикетке нарисованы практически биометрические данные ну я бы сказал там нарисовано видимо сердцебиение сердцебиение и здесь короче это от определенного чувака который занимается биодинамическим виноделием я еще прочитал что такое биодинамическое виноделие это когда почву на которой собственно собирают урожай для вина ее максимально сохраняют в первозданном виде то есть природу не портят то есть не то что они потом ее высполняют черноземом там и перегноем из навозной кучи нет они просто очень аккуратно все делают чтобы почве не настал досвидос это биодинамическое виноделие просто чтобы вы понимали ну прикольно прикольно интересная этикетка я думаю она еще и на ощупь очень прикольно ощущается то есть тоже хочется взять и выпить далее серебре некая тоже видимо испанская судя по тому что тут лариоха университет здесь просто придумали тоже такой некий интерактив на бутылке есть слова из которых можно составлять наклеечками какое-то послание либо к тому кому вы дарите эту либо к себе который будет пить либо после того как вы выпили как бы в честь того что у вас получилось может быть какая-то беседа была интересная под это вино вы можете вот фразу какую-то составить тоже достаточно интересно а например на вине капискар капискар вообще сама этикеточка оформлена в виде как бы объявления знаете от которого можно отрывать нижние этикеточки такие вот маленькие чтобы запомнить там телефон или что-нибудь здесь вам представлена слова видимо на испанском чтобы вы посмотрели на это слово да подняли его вот так вот этикеточку увидели номер а потом соответственно этому номеру нашли видимо перевод как я понял потому что эти слова даже не то что испанские они риожанизмы то есть это те самые слова которые в регионе лариоха используют чтобы вообще как бы немножко прониклись тем местом где это вино разливают соответственно далее как будто машина как будто машина итальянская но это на самом деле в городке Рипатрансоне есть очень узкая очень узкая улица в Италии шириной 43 сантиметра буквально и она достаточно популярна как я понимаю и вообще это символ этого места и оно изображено на этикетке соответственно то есть здесь человек стоит вот в этом очень очень узком коридорчике вот на этой улице смотрит вверх и как бы ну в общем о чем то думает далее семь пекадос лу джурия лу хурия возможно это просто бутылка которая практически как женская нога она одета в чулок в сеточку само по себе и это даже не принт как я понимаю это реально она одета да да далее претроамор методи анкестрали ну здесь прикольно нарисовано на этикетке отпечатано в разрезе которое как бы отображало силу природы и взаимодействие неба и земли как здесь написано разрез камня разрез камня вот ну тоже достаточно интересно оно там какое-то созвездие еще можно найти на нем вот как бы креативно подходит далее вино миттельберг вино миттельберг австрийский город миттельберг есть такой в котором дизайнер разработал этикеточки с домами вот такими очень хипстерско изображенными разного плана и можно их как бы собирать вместе и получить некий город такой сам миттельберг соответственно как будто вы пройдетесь по нему если выпьете все эти бутылки да промо проект лейбл и лейтопринтинг здесь бутылки вина которые я что-то пропустил походу вообще эту хреновину бутылки вина чтобы показать новую технологию печати отличный ход особенно если сделать в период ну короче что-то какая-то печать охрененная крестики ноги там именно вдавливание именно разные рисуночки рельефы вдавливания то есть если открыть лайтбокс карусельку внутри именно то там как туалетка с разным тиснением есть там перекрестным точечками всякими и так далее тут вот тоже именно у меня с этим ассоциация возникла еще и крестики нолики и крестики нолики соответственно да далее вино это опять стикеры крестики нолики ты опять можешь видимо поиграть на бутылке еще и поиграть но как бы сам каждый крестик и каждый нолик они с разным тиснением еще дополнительно мне кажется на такие бутылки даже приятнее садиться вот которые здесь изображены в этой статье не хотел бы испытать конечно но тем не менее шухан вайнс тоже биодинамическое вино как мы как я недавно уже рассказал то есть они не портят вообще природу там где они выращивают вино соответственно и собирают выращиваем вино и значит это очень прикольная тема здесь на этикеточке маленькими-маленькими буквами написаны вообще заповеди о биодинамическом вине и как вообще ну в принципе жить экологично скажем так но прочитать их можно только с помощью лупы которая кстати вместе с тубусом под вино прилагается поэтому вы можете не отходя от кассы так скажем прочитать что же там написано какие заповеди и пить это вино далее проект марсоиг в солидарии хочется чуть-чуть отскочить иногда пользуюсь услугами разных типографий и такое говеное качество печати что там и без лупы видно пикселизацию и вот уже вот весь рельеф если взять там лупу можно мне кажется инсульт жопы словить просто от того насколько плохо печатают а тут судя по всему очень качественно 4к это прям на одном сантиметре у них там 4к потому что ну выглядит как будто прям качественная печать завидую по-хорошему да завидую итальянцам тоже и испанцам и всем остальным и австрийцам так вот проект марсоиг в солидарик который мы далее перейдем это бутылки вина с этикетками детских рисунков просто интересно собрать их они выглядят достаточно живо на полке возможно если вы коллекционируете вино или бутылки из-под него иногда именно этикетки отпаривают и только этикетки коллекционируют кстати да прикольно прикольно вот здесь можно тоже отпарить и у вас будут детские рисуночки далее subjective это последнее в нашем ряде last but not the least subjective это прикольная тема здесь вообще непонятно какое вино налит в бутылочку пока ты не выпьешь и только когда ты выпьешь ты узнаешь что это была каберне савиньон 2016 года например или какая-нибудь другая бурда мало ли что там налили но только выпив это и возможно перед этим ну подумав что же это за вино ты может быть подискутируешь опять же с тем с кем вы сидите в компании или ты один пьешь может быть мало ли есть разные алкоголики и значит ты выпьешь и ну думал что это на самом деле абхазская полусладкая а это каберне савиньон 2016 года вот такие бутылки есть ли у тебя во-первых какая-то из этих тебе сильно понравилась у меня будет первый вопрос давай обсудим слушай у меня вот на протяжении пока мы с тобой смотрели три из них я такой думаю ох блин вот это моя любимая будет когда ты спросишь какая у меня любимая и я теперь между ними тремя буду выбирать первая была с узкой улицей в италии я тебе честно скажу я ее просто выбрал самый любимый ну вот я ее изначально выбрал самый любимый да а потом у меня закрались сомнения первое по поводу лупы просто потому что ну качественная печать ну лупа да а последняя мне тоже блин последняя еще круче прям то что так открывается то что пьешь и не знаешь ну пьешь и не знаешь это лол у нас в России то все равно белую эту штуку наклеят типа на которой прям русским текстом напишут тебе сзади что это и на ценнике ты соответственно тоже будешь видеть а там unknown будет написано destination просто вино вот да но прикольно то есть мы же здесь оцениваем даже не столько степень именно знаешь что я бы вот такую купил сколько степень дизайна самой концепции и так далее конечно вот это три моих фаворита я бы даже не буду между ними какую-то иерархию хотя нет сделаю с лупой самое последнее место на втором месте с вот проявляющимися буковками ну и на первом с Италии все-таки оно да я почему тоже хотелось бы теперь остановиться раз мы с тобой у нас с тобой это сошлись вкусы в вине вот это вот Эльвиколо марки IGТ Росатто где реально чел стоит на узкой улице оно короче очень настроенческое вино вот пока ты его пьешь ты действительно сам как будто этот чувак который стоит на очень узкой какой-то 43 сантиметров просто буквально улицы в Италии смотришь куда-то вверх думаешь о чем-то пьешь вино это и практически можно вот визуально посмотреть но как будто перспектива раздвигает эту улицу пока ты стоишь на ней смотришь вверх как будто ты как бы своим сознанием можешь раздвинуть эту улицу и подумать о чем-то вечно посмотреть на звезды там и просто помечтать поэтому это охрененная бутылка вот я я бы вот такую купил вот если бы мне представили вот из всех этих но еще я хотел бы отметить просто я люблю когда вина одной и той же хреновины они ну в стиле одного и того же нарисованы их можно поколлекционировать да это прикольно реально собрать себе несколько раз в этом смысле в Миттельберг прикольно все домики Миттельберг офигенно тем более австрийский город все бы наверное хотели в Миттельберг съездить так или иначе тем более что знаете если допустим кто-то туристический едет в Австрию или там в Германию конечно посещают в основном какие-то туристические большие места популярные потому что все таки но не хочется останавливаться сначала в деревне какой-нибудь а вот Миттельбергом соответственно можно прочувствовать как а как в обычной как в глубинке Австрии вообще находит как как там живут люди можно вот выпив эту серию вина соответственно прочувствовать потому что да я вот был во Франции в деревне и останавливался и жил в Прованских Альпах где 500 человек населения 500 то есть там Сен-Дальма-Ля-Сильваж как сейчас помню название так и там охренительно вообще и там нисколько не менее красиво чем в Ницце например я бы даже сказал более особенно для нас как для интровертов там просто топ и и все домики все супер древние именно исторические как вот было построено там в 800 году реально там 9 века это деревня или типа того короче просто охренеть это круто поэтому Миттельберг тоже приз зрительских так сказать симпатий приз зрительских согласен еще бы я вам сказал кому надо выписать приз зрительских симпатий ребятам которые выставляются на patreon.com.ru то есть нам тормознутому и картавому картавому и тормознутому мне до сих пор калит именно калит что на этой обложке Саня не отзеркалил меня когда ее делал у меня Ray-Ban в обратную сторону написано и челка в другую сторону бесит до свидос но вряд ли он уже остались Художник так видел вряд ли исходники остались поэтому уже все так теперь будет всегда так я теперь буду выглядеть всегда а вы нам всегда заносите здесь денег если хотите это самый классный способ пока нет бусти может быть когда-то бусти просто в бусти комиссии меньше еще просто кто-то нам написал на ютюбе типа чуваки а чего вы не сделаете спонсорство на ютюбе я ответил честно что кормить вот этих вот этих из откуда они там из калифорнии процентов 50 уже там комиссии плюс все выводы и так далее будет отъедать вообще того не стоит в россии слишком сложно выводить с ютюба деньги ну как сложно не столько сложно сколько просто много теряется по пути и еще и там поддерживать тоже туда выкладывать что-то там писать ну короче камон патреон в этом смысле более демократичный там по моему процентов 20-25 всего получается в сумме полностью вот под ключ от вас до нас теряется на бусти и того меньше там практически на карту сразу кидают просто и все из mail.ru вот но там могут проблемы с нашими уважаемыми зрителями слушателями некоторыми возникнуть вот поэтому пока мы полностью мы туда точно переходить не будем собственно из-за проблем мы пока и не переходим с нашими слушателями слушателями зрителями да это правда из других стран вот именно но вообще patreon.com это самый миссионерский классный способ нас поддержать и тем более там дополнительный подкаст можешь никита пару слов про него сказать да там есть дополнительный подкаст под названием пришел перед подкастом который мы записываем чисто просто по приколу от души то есть это даже нас если подкаст еще к чему-то нас обязывает у нас есть тут супер строгие темы там и все такое надо все-таки как-то по ним чесарить то то пришел мы очень сильно отклоняемся от тем даже если они есть а если их нету мы просто разговариваем и несем какой-нибудь бред просто то что нам нравится и в том числе и бред он там он нам тоже нравится поэтому там в среднем часовые версии пришел 40 минут 50 можно послушать вот это буквально за 1 доллар можно сделать patreon.com слышу веб-дизайн подписывайтесь заходите мы ждем вас до свидос да прям каждому рады даже 1 долларовым патронам пойдем к следующей теме она вспышечная хоть здесь и так развозякана я надеюсь все три уже будут вспышечные но да конечно конечно вот здесь просто о том что оказывается мошенничество и шантаж проходит происходит с отзывами есть заказные отзывы оказывается на разные товары здесь пишет чувак который основатель проекта PRO EXPERT ну неважно в общем он делает пылесосы такая компания которая короче делает пылесосы не умные вот эти которые сами ездят ну вы знаете а те которые надо рукой возякать по полу да собственно почему он и развозякал здесь много текста потому что он делает пылесосы которыми надо возякать и к чему это все а все к тому что у него все шло хорошо они разработали классный пылесос Который разошелся с хорошими отзывами Все такое, люди купили его и нормально Они стали делать новые версии Этого пылесоса и на какой-то из версий Их отзывы Резко упали вниз То есть вот они выпустили там новую Aqua 2 Моющий пылесос И короче отзывы стали очень плохие Ну реально однозвездочные полетели И они сначала, ну естественно на себя подумали Значит просто версия хреновая Начали читать отзывы, что там хреново конкретно Начали смотреть, пытаться Не спали ночами, думали сделали хреновый пылесос Что-то сломали и так далее Но оказалось, что все отзывы оставлены Ну типа ботами, то есть если заходить На Пользователей, которые оставили эти отзывы А в основном пользователи Оставляли отзывы вообще анонимно На тех площадках, на которых можно анонимно оставлять отзывы И у этих вообще пользователей Больше ничего нет, кроме этого отзыва То есть просто тупо минусили их Чтобы они проваливались Туда куда-то вниз и их пылесос Никто не покупал В некоторых отзывах даже специально были написаны Компании, которые лучше выбрать Вместо этого пылесоса Как бы люди знающие Попользовались некоторыми пылесосами Ну разными пылесосами И соответственно Вот этот конкретно не надо брать А вот надо брать такой-то Короче у чувака жопа пригорела Он понял, что досвидос какой-то Но кроме этого Ему еще и в личку не постеснялись Написали Чуваки, которые Собственно оставляют плохие отзывы к нему Пытались у него денег выбить, чтобы перестать Писать ему отзывы негативные Или же Писать, например, его Конкурентам За большие деньги Вот На что он как бы не отреагировал Практически их послал Но на самом деле просто не стал Как бы с ними В долгую игру играть какую-то Но просто он вопрошает здесь На хабре Как вообще бороться с таким И Я не стал А вообще как с этим бороться Просто даже интересно Кроме как Крест забить Он как бы Вроде бы юристы у него занимаются Вроде как суд будет Но с кем судиться Очень сложно Здесь не найти вообще концы Можно с площадкой судиться Но хрен его знает площадка Что она тебе Как она тебе вернет То есть Здесь ничего не понятно В этом плане В этом отношении Но по факту продажи Естественно снижаются Потому что, конечно Если у тебя с плохими воззывами В товаре Никто его брать не будет Никто вдаваться в подробности Кто тебе оставлял отзывы Не будет Бот или не бот Он здесь указывает Что у них можно На сайте следить Он там будет Бложик вести Почему он здесь не ведет Ну не важно У него можно будет Читать на бложике Про эксперта Про их внутреннее расследование Но конечно Это полный отстой Я Чтобы ты понимал Хотел узнать А Darknet-то здесь при чем? Там по-моему Что-то Я не стал Их переписку читать Но что-то там В Darknet-то закупают Эти плохие отзывы Просто я вижу Darknet И беру подкаст В подкаст темку Ааа Ну вот Ну вот это всего лишь Что там было Типа оттуда Ноги растут Скажем так То есть там закупают Негативные отзывы Как и все негативное В Darknet Ну отстой тогда Дальше у нас тоже Чуть-чуть Как бы негативного Но на самом деле Позитивного В общем и в целом Десять лет Как ни стало Стивыча Так Вот И Джобсыча Что еще раз? Джобсыча Вот И Айвыч написал колонку Он написал Сейчас скажу где Не очень важно Wall Street Journal Но скажу что На Wall Street Journal Вот И Он там написал Разные вещи Во-первых Я не знал Я не знал А Айвыч Ушел Работать В компанию Жены Стивыча После Apple Так А я не знал Что если честно У Стивыча даже жена Не ну ты что У него же Двое детей А это та самая Где он У которой требовал Короче ДНК-тест На Отцовство Я Не это Не вникал Да Это же Это было В каком-то фильме Я даже ни один фильм Про него не смотрел Но я понял О чем ты Да Наверное А ну Другой вроде у него не было Вот И соответственно Ну он рассказывает О том Что До хренища Они именно Вместе работали Понятное дело И рассказывал о том Что Стивыч Не тот человек Который вообще Зацикливался Там на деньгах Не на деньгах Он именно Горел работой В плане Он был любопытный То есть практически Все что он делал Он делал просто Из любопытства Ну типа А можем ли мы Вот так сделать А такой продукт Создать Ну и как бы Мы понимаем Что наверняка Какие-то из его идей Которые в итоге Даже Получили реализацию Поначалу Наверное Какими-то нереальными Казались Ну то есть Блин Вот Ну Хоть меня все И начинают говорить Что там КПК И на ладоннике Были и до Айфона Вот Но вот Те планшеты Которые были До Айпада Это реально Полное говно То есть Вот как минимум Айпад Это супер Именно Как будто Из будущего Какой-то девайс Да даже Вот второй Айпад Первый Айпад Он прям чуть-чуть Грузиней Чем второй был А Айпад 2 Он именно Со скошенными Очень краями Я как бы Их не очень люблю Но это реально Именно как Из фантастического фильма Он такой тоненький весь А прям Это целый компьютер И все так Пальцами легонько Делалось С мультитачем Ну это реально Какой-то майндблойнг Был в тот момент Тоже в 2011 году Он вышел Насколько я помню Вот И Наверное Когда он только Махал руками В Эпли И говорил Что вот надо Чтоб вот так было Все такие Чувак Именно так Чувак Мы как бы Ну Вряд ли это вообще возможно То есть Это все равно Что сейчас я буду Говорить тебе Слушай Никит Надо завтра сделать Летающую тачку Мы просто Взорвем мир Представляешь На воздушной подушке С турбо Какими-нибудь Реактивными двигателями Ну да Я тебе точно скажу Чувак Вот да А мне кажется Что когда вот Айпад Еще не делали А вот он только Пришел с какой-то идеей Оно вот звучало Примерно так же То есть Ну хотя После айфона Может быть Не так Это слово Ну как бы Вот Это действительно Все было Очень революционно И вот Именно Айвич Возможно Потому что Либо хорошо Либо никак Возможно Потому что Это правда То есть Он именно О Стивиче Рассказывает Не как о жестком Тиране Который там Издевался Над людьми В компании А как о чуваке Который его вдохновлял Всегда Открытым Своим мышлением И вот этим Вот любопытством И так далее Вот И собственно Он здесь рассказывает Например в конце Даже грустненько Что Именно Он сидел Когда Стивич умирал Практически Его руку держал Он типа У него на полу сидел Прислонившись К стене Вот И последнее Что ему Стивич сказал Что он будет скучать По нашим разговорам Ну и говорит Что вообще Я говорит Вспоминаю Что мы очень много Провели времени вместе Но они работали Около 30 лет Совместно И провели время Именно много Что они просто В одной комнате Молчали Вот И он именно пишет Что Я всегда буду скучать По возможности Не говорить с ним Что типа Вроде как Они вместе Ну в одной комнате Но не разговаривают И Ну не со всеми людьми Ты можешь комфортно Просто находиться И молчать Ну даже наверное Не то чтобы там Своими делами Какими-то заниматься А просто там Залипнуть Или как-то это Достаточно трогательно Даже в переводе Наверное На русском На русском На английском Еще лучше Потому что Джонни Айв На русском На английском Наверное Еще лучше Это как-то будет Трогательнее звучать Но вот И мне После этого Я когда это Почему я захотел Это взять Я это просто прочитал Потому что Ну мне интересно было Я эту темку сразу прочитал Не как обычно Я увижу заголовок Кидаю в подкаст Там разберемся Нет Ее я просто сразу Сам прочитал Вот И вот И решил ее взять Потому что Вот мне кажется Надо так жизнь прожить Чтобы про тебя Вот так написали Я понимаю Я понимаю Что как бы Ну Гладко было На бумаге Но забыли Про овраги То есть там Ну Наверняка Было всякое В жизни Ну да Особенно с тем Что если Стива в Джобс Как мы знаем Он достаточно такой Человек Ну принципиальный Как и в принципе Многие Скажем так Творцы То да Конечно Конечно Были овраги Но Я так понимаю В любом случае Остались хорошие впечатления У Джонни Айва И вообще У многих То есть работал с ним Интересно Тим Кук бы как Хотя он наверное Тоже писал про него Колонку А здесь кстати Айвач написал Что я запомнил Пасмурное Октябрьское небо Очень тесную обувь Воспоминания о том Жестоком и Дуже раздирающем Дни Десяти лет недавности Разрозненные И отрывочные Но я помню Как потом мы Долго молча сидели С Тимом в саду То есть Тим Кукач Он всегда где-то Рядом с ними был На самом деле То есть не то что он Это мы его Как бы особо не знали Он видимо Какой-то все-таки Менеджер Потому что даже При Стивиче Он ничего же Никогда не представлял То есть он Ну да Из них был Но он как серый Кардинал видимо Или типа того Советник Походу был Поэтому Поэтому вот так Круто Круто Ну или не круто Просто грустно Но Хорошо вспомнить Вообще Добрым словом Просто вот прошло Десять лет И вот когда Вот эти знаешь Все говорили Вот при Стиве Такого не было Но есть в этом смысл Ну реально Вот при нем Вообще все было По-другому Начиная от того Что презентации Вот я их ждал Как Деда Мороза Условно Сейчас я их даже Уже не смотрю Уже просто неинтересно А вот при нем Это было прям Вот это было Шоу Именно вот в том Понимании В котором может быть Что вот прям ждешь С замиранием Там Очередь там Билеты какие-нибудь Занимал там Ну если бы была там Возможность Это как-то там Ну понятно из России О каких билетах там речь Хотя ну Вилсакомыч-то и ездил же В те-то года Но он по-моему По инерции еще Несколько раз ездил Но сейчас-то уже и забил В том числе Я думаю И потому что Даже не из-за денег А потому что Вот эта магия ушла Также и из продуктов И это как бы Мы вряд ли зажрались Это просто вот Ну Ну да Да При нем все-таки Это было как-то по-другому Вот Поэтому Во-первых Рип А во-вторых Рип Надо Вот так надо прожить Ярко Как минимум Так что да Согласен Согласен Интересно Послушать вообще Что наши слушатели И зрители Думают Про Стива Джобса У кого есть тоже Теплые воспоминания Может быть У кого-то есть Девайсы Которые они все еще хранят Они может быть уже и не работают давно Но они Как бы в дань памяти У них все еще есть Так Пойдем к следующей статье Которая в принципе у нас Закрывает подкаст Закрывашка Закрывашка Где Реально На Байкале Короче Так лед застывает Под камнем Что он такой маленький Каблучочек Оставляет под ним Я кстати ни разу не видел Это ты первый раз Статью увидел Такой нихрена И вот Подумал Надо взять в подкаст Потому что я ни разу не видел Такого Да Вот А тем более Мне кажется Вживую увидеть Это вообще до свидоса И сдвинуть нахрен Камень Чтобы он упал Но Короче Вот этот камень Он практически левитирует Надо льдом На самом деле Просто очень-очень Небольшая Вот какая-то такая Стеночка льда Под ним есть И она его держит И так балансирует Камень на нем Что он просто Практически как Те самые камни Дзен камни В садах В японских садах Значит Он там находится Так вот Как это все На самом деле Физически работает Ну физически Я вам не могу сказать Я просто не физик Вообще до свидоса Я могу сказать Житейски просто Как это работает Представьте себе Байкал Он замерз нахрен На нем Есть камни Каким-то образом Туда попавшие Либо их ветер Реально задул Потому что ветра На Байкале До свидоса Либо просто Чек кинул Как-то Ну как-то там Камень оказался На Байкале Значит Что происходит Холодина С одной стороны С другой стороны Ветра Вообще неостановимые ветра Как вы понимаете Ничего не заслоняет Их на Байкале И камни Которые Вот на льду Стоят Они соответственно От солнца Нагреваются Правильно Правильно Когда камень Нагревается От солнца Он конечно же Под собой Плавит Лед Плавит Плавит Лед Но там Где тень Сильная От камня Самый центр Камня Скажем так Он там Не так сильно Плавит Я бы даже сказал Практически Не плавит Но То самое Что он Отплавил Этот камень Под солнцем Этот лед Не успевает Как бы Превратиться В воду Фактически Потому что Эти ветра Просто выдувают Лед Вот В тот момент Когда он Начинает таять Просто выдувают И соответственно Выдувая этот лед И оставляя только Маленький Маленький Кусочек льда На котором Держится Соответственно Камень Который в тени Находится Этот лед Он остается И поэтому Камни как бы Замирают На этом каблучке И вот так Вот левитируют Такая тема Как тебе Тянет на Статью В журнале В мире науки Только именно С инфографиками О том Как По тебе Как физически Я чтобы ты понимал Загуглил еще Японский дзенсат Потому что Такого я тоже Особо не видел И там Как наш сад камней На краеведческом музее Условно Просто камни На траве И там Около Каких-то деревьев Я думал Там тоже Именно какие-то Из них Конструкции Ну Здесь есть Когда камушек На камушек На камушек Складывают Но это уже Такие прям Кто Извращение Ну Кто сильно Подошел К своему дзенсаду И где видимо Ветра нет Вот Да Это прикольно Кстати Кстати А вот Здесь есть такие Японские дзенсады Именно в лоточках Ну настольные С грабельками Там со всякой фигней Вижу Вот И у Алины Такой был Он прикольный Там именно Ламочка Тоже какая-то фигня У нее камушки Да-да-да-да-да Но это вместо Попыпа Попыпа Попыта И симпл димпла У тебя стоит И ты иногда Просто подчесываешь Землю Да Но у меня Сейчас Невозможно Это сделать Ну только в офисе Если Потому что здесь нет Ни котов Ни детей Вот Но Я кажется Только слуги Да Я кажется Задумался о том Чем можно было Было бы себе сюда Как-то это Прикольно Я все хочу Себе хавортию взять В офис У меня разрослось Много Которые твоя мама Передавала И они Уже все огромные Стали Их надо рассаживать Как рассаду И Я хочу одну Сюда в офис взять Как минимум Одну А может быть И обставиться Здесь Ну ты возьми хавортию И хортитю Возьми еще Да Круто Круто Про Байкал Охренительно Кстати Я когда Первый раз увидел Орел и решку Про Байкал Это первый раз Когда я Байкал Увидел Ну условно Вживую Это конечно Не вживую Но типа На видео Я охренел Я думал Это знаешь Типа живописное озеро В лесу Ты выходишь Ветки так Нависают И ты такой Хоп И вышел И здесь Огромное озеро Кого Там просто Степь сраная Просто пустыня Какая-то И огромное озеро И еще к нему Хрен спустишься Там почти везде Такие отвалы Именно Как холмы И к нему Именно спускаться Надо я не знаю На чем На сноуборде Каком-то скатываться На камнеборде Ну короче Я очень сильно Не ожидал Что там степь Пустыня И вообще срань Ну как срань Это тоже свой Так сказать Какой-то шарм Там еще в этом Орле и Решке Рассказывали Что у них В Бурятии Или где там Это находится Нету Ну как бы По заветам И так далее Нельзя строить Дохренаэтажные отели И так далее Поэтому почти Любые там Хоть пять звезд Хоть сколько На Байкале Это хижины Избушки Только внутри избушек Там разные удобства Так сказать А по факту Это все типа избушки Из-за этого Там и не сильно дорого Даже в пределе Но как бы да Суперкомфорта В том числе Не ждите Вот Ну и кстати В этом даже Что-то есть Это прикольно Что местные жители Настолько сказали Типа Нет Это у нас Священное озеро Пошли нахрен Это круто Для любителей Дауншифтинга Так скажем Ну типа того да Так что там Во всем дзен Не только в камнях Но и в самом Типе отдыха Так сказать Мы здесь В подкасте Уже не называем Патронов Как я понимаю Ну да Нам банан делает Классно Чтобы Выезжали Отдельная благодарность Вот это все Видимо на этом И застопорился Поэтому Мы просто Под эту темку Фу Обойку Начинаем обсуждать Давай На обойке Что я вижу Я вижу какую-то бухту Она в Гавайях Собственно находится Я всегда Спойлерю Где это находится В Штатах В Гавайях Очень красивая Очень красивая Бухта С таким цветом Байкальным Я бы сказал Здесь недалеко Даже городок Есть какой-то В ущелье Причем Как-то Какие-то Китайские Теплицы Там просто Какие-то Белые крыши Непонятные Шиферные Видимо Я тоже Не понял Но В натуре Это как будто Здесь Знаешь Трейлерный Городок Какой-то Располагается Вот да Да Что же Что же Наш подкаст Из этого Я думаю Наш подкаст Это Вот если бы Тут люди были А тут есть Кстати люди На пляже Вот один Из этих Людей Это наш подкаст Он Балдеет В этой бухте В этой бухте Темок Потому что Он знает Что это очень Скрытое место Мало кто сюда приходит И очень красивый Вид здесь открывается Здесь всегда можно Искупаться В чистой воде Побалдеть Вот это наш подкаст Он балдеет В чистой воде Ну То удовольствие Которого мы лишены Здесь в Челябинске Балдение В чистой воде Вот Я тоже хотел Про бухту сказать Достаточно Очевидный бред Вот Но теперь Я так скажу Что наш подкаст Это вот гора Здесь есть Именно такая Которая с бороздами И с извилинами Видимо Да Вижу Я не знаю Может быть это вулкан Спящий И когда-то у нас Миллиарды просмотров Будут как у Дудя Я в этом смысле Ну и сам Либо были Либо были Уже уснувший вулкан Да В палеозойные времена И в мезозойные Есть такое палеозой Нет Наверное Мезозой Палеолит Во В мезозойные времена Еще наш подкаст Был супер популярный И потом Вся эта лава Она в какую-нибудь Нефть превратилась В алмазы Но теперь Уже мы Вот такие Полубезжизненные Но к нам Все же приезжают Туристы И это круто И все равно Мы все еще Такие Монументальные И так сказать Интересные Да Круто Спасибо всем Кто прослушал Нам Да и вообще Просто спасибо всем Что вы нам Позволяете Дальше это делать Мы же сами В первую очередь Удовольствие от этого получаем Поэтому Конечно Поддерживайте нас Лайком Комментарием Колокольчиком Подпиской Вот этим всем И деньгами На патреоне Это самое важное Пуу Пуу Вы Еще идет Запишите Да Ладно Да Все До следующей До следующего выпуска Надеюсь Как-то это выйдет Все когда-то Что мы это не просто В стол пишем А то Яндекс.Диск Скоро не сможет Нам предоставлять Столько места Сколько мы на Сурсы в нем тратим Сколько мы в стол Записываем Да-да-да Поэтому Всем удачи Пока Никита Тебе тоже спасибо Да Тебе спасибо тоже Спасибо за игру Все Всем пока Мы должны Постоль как Спасибо за игру По жопе Другой Хлопнет Как футболист Виртуально Ладно Заканчиваем рекорд Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому